Друзья, я вам напоминаю, что мы бродим по Иерусалиму. Мы сейчас гуляли по улице царя Давида. Мы пойдем дальше по этой улице. Но вот я зашел в такое ответвление. Посмотреть, что находится здесь. Вот смотрите, друзья. Целый сад. Я позвал жену, чтобы она тоже полюбовалась. Значит, вот что написано. Институт изучения иудаизма в СНГ. Еврейское образование, хасидизм, философия. Еврейский коучинг, ведение групп, личностное и духовное развитие. Меламигия. Центр неформального еврейского образования. Вот что это, друзья, такое. Видите, друзья, вот эти клумбы с использованием знаменитой еврейской дренажной системы. К каждому растению, буквально каждой веточке подведена трубочка, которая снабжает водой. Это растение. Так, ну, наверняка, наверняка закрыто. Да, дверь закрыта. Слышен строительный шум, шум отбойного молотка. Выйдем здесь. Ну, друзья, посмотрите, какие цветы, вон какие розы. Вот они даже пахнут, друзья. Вы не слышали, вы не чувствуете, но я чувствую. Резиденция Кинг Давид. Кинг Давид Стрит. Запах роз. Вот такой холл. Вот, вероятно, это вот этого центра изучения иудаизма. Вот, ну, мы не будем гулять по этому центру. Мы лучше пойдем погуляем по городу. Вот мы опять вышли на улицу Давида. Шалом, Адон. Мазы. Мазы Бэтмогурим. Любодия, Любодия. Туда. Кинг Давид резиденция. Тоже резиденция колледжа. Какого-то Кинг Давид. То есть, это какой-то целый комплекс зданий. Посмотрите, друзья, какое здесь фоно. С видом на старый город Иерусалим. Улица Маше Хес вон туда пошла. Кто такой Маше Хес, я не знаю. Вот опять магазины с иудаикой. Вот, посмотрите, насколько здесь обильно древние подсвечники. Вот они, даже такое впечатление, что на них скопилась многовековая пыль. Шалом. Мы дальше не пойдем. Вот тоже самое, друзья. Иудаика. Магазин иудаики. Синагогальные утвари. Вот в этих хранятся светки Тора, в этих больших колбах. Не знаю, как они называются на иврите. Опять магазин иудаики. Вот это, на этой улице также очень много, друзья, артистических галерей, вот таких магазинов искусства. Вот, например, но мы уже не пойдем, там подобное что-то, что мы уже видели. Много магазинов иудаики, вот с обратной стороны. Вот такие львы сидят, прямо на тротуаре. Вот, посмотрите, магазинчик оригинальный. Шалом. Шарлиц-Алем. Ле? Цад, да? Тоже магазин искусства. Посмотрите. Галерея. Вот там дальше. Магазинчик ювелирных украшений. Вот такая скульптура оригинальная. И вот, друзья, какое-то монументальное сооружение. Может быть, нам удастся выяснить, что это такое. Умка. Вот что, что это, Умка, что-то знакомое, но я не могу вспомнить. Отель, ресторан, спорт. Культурная зона такая. Культурная зона. Вот. Вот, с той стороны тоже галерея художественная. Вот, смотрите, такая красивая башня. Шалом. Мы добрый сид? Да? Да. Мы добрый сид? Да. Мазы, мазы. Это нацрит. А почему нацрит? Да, да. Нацрит. Ага. Так, гостиница, наверное, я думаю, так для паломников, друзья. Значит, это... Умка-билдинг. Это культурный центр, спортивный культурный центр. Ну, тут наверняка и гостиница есть. Сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Совершили ряд экскурсий Хорошо, конечно, в познавательном плане Но с некоторых пор нас уже не тянет совершать такие организованные экскурсии Потому что ты все время в пупыхах, ты бежишь за этой группой Ты боишься потеряться, отстать Вот, ходите в четкой, жесткой схеме, по четко заданной программе И ты не можешь куда-то влево-вправо, как говорится, шаг влево-вправо, расстрел Ты не можешь пойти туда, куда ты хочешь пойти И вот совершенно эффект Осторожно Туда Теряется вот эффект свободы такой Вот поэтому мы сейчас предпочитаем ходить вот таким диким способом Вот парк Иерусалимский Ну вот редко какая экскурсия может завести в разные такие злачные интересные места В Израиле, как правильно, друзья Туристические агенции, посмотрите, как красиво Турбюро вот эти, они имеют с десяток, по десятку, наверное, экскурсий, которые самые такие ходовые, самые продаваемые, самые известные, самые популярные И посетив которые, все больше обычное турбюро не сможет вас ничем таким заинтересовать Есть, конечно, эксклюзивные экскурсии Вот есть такое турбюро Игоря Торика Он иногда делает эксклюзивные экскурсии, еще, может быть, парочку найдется Ну, как правило, они тоже зависят от прибыли, от денег, от туристов И поэтому они все предпочитают проводить такие широкие экскурсии, известные На которые нам уже было бы неинтересно А вот так сами походить по таким местам Смотрите, какой вид открывается чудесный отсюда на старый город Вот эта стена старого города перед нами Вот мы видим монастырь Это уже за стенами старого города Монастырь, христианский монастырь И вот мы можем видеть отсюда старый город Немножко, вернее, то, что за стенами старого города, вот на дальних холмах И вот мы видим, что за стенами старого города